Илон Маск Я подозреваю, что он получает свои технологии из источников, которые выше его головы. Эта история с твиттером похожа на игру в кошки-мышки. Давайте посмотрим на Илона Маска вот как. Я верну вас к книге «День после Розвелла». Книга говорит о том, как были взяты технологии с Розвельского крушения и, возможно, крушения в Ацтеке, также в Нью-Мексико. О том, как взяли эти технологии и... Полковник Корса, его работой было взять эти технологии, изучить их и выяснить, как мы можем использовать их. И эта книга под названием «День после Розвелла». Его работой было понести это подрядчикам, которые работают с правительством, аэрокосмическая сфера, электроника, дать им разобраться, что это такое, а затем обратно спроектировать это. На основе этой технологии им давалась лицензия на использование, или патент на создание, но при этом части армии могли использовать эти технологии, когда хотят. И все согласились на это. И это то, где наши космические силы, наш прогресс в военных технологиях, на самом деле, все взяли. И вот почему мы перешли от катодных труб к транзисторам и микросхемам. Это было обратное проектирование этих технологий, оптоволокно и так далее. Все это взято с того крушения, и, пожалуйста, найдите книгу. Кажется, Паула Харрис также сделала несколько интервью с полковником Корса. Их обязательно нужно посмотреть. Это были не единственные крушения, были крушения и находки в течение многих-многих лет. Сержант Клиффорд Стоун, Царство ему Небесное, участвовал в заборе обломков кораблей. Он ездил с командой, чтобы не только забирать тела, но также корабли и технику. И это еще один человек, которого нужно изучить, Клиффорд Стоун, полковник Венделл Стивенс, Боб Дин и многие-многие другие, о которых нельзя забыть. Они сделали огромный вклад в сферу экзополитики. Но их просто не помнит сегодняшнее общество. Особенно молодежь, которая привлекает к людям, у которых не было личного опыта. И которые берут информацию от других людей, оборачивают ее по-своему и делают ее своей. Лучше обращаться к тем, кто имел настоящий опыт и тем, кто был на месте лично. Я знаю, что зреет вопрос, к которому я очень хочу подойти. Я скажу о нем сейчас. Итак, Илон Маск. Вот как на него нужно смотреть. Ему были даны технологии для обратного проектирования, чтобы удостовериться, что они будут внедрены в массы. И он в уникальном положении, чтобы делать это, в то время как некоторые другие технологии застряли в проектах теневого бюджета, в проектах особого доступа, для раскрытия которых человечеству, как кто-то сказал, понадобится божественное вмешательство. И вот что они сделали. Они просто обошли весь военно-промышленный комплекс и пошли к Маску и сказали, занимайся этим, но ты должен внедрить все это. Поэтому у него новые и самые лучшие версии. И он очень хорошо знает о технологиях Теслы. И он был по обеим сторонам. Но белые шляпы сейчас имеют контроль. Да, они имеют контроль. Они просто не убили противника еще, но они имеют контроль. И Маск знает свою роль. Очень четко понимает свою роль. Доктор Салли в своем посте в Телеграме сегодня сказал, что глубинное государство устроит инопланетное спасение вместо вторжения. Что андромедяне скажут на это? Это пишет Лиззи. Она имеет в виду доктора Саллу. Да, Салли. Это смешно. Я подкалю его на эту тему. Лиззи. Доктор Салли. Знаете, это вотчина доктора Салла. И... Я прокомментирую это после того, как он публично об этом скажет. Окей. Это его слово. Это его слово. Поэтому... Я скажу об этом после того, как он заявит что-то на эту тему. Но мы будем в порядке, ребята. Все это действие от ужасного отчаяния. Ужасного отчаяния. И вы должны радоваться этому, потому что это должно ясно показывать вам, что они потеряли контроль, раз они делают такую чушь. Даже думают о том, чтобы делать такую чушь. Это должно сказать вам и заставить удивиться и сказать, вау, мы уже близко, мы однозначно продвигаемся. Мы явно побеждаем, раз они делают такие отчаянные шаги. И вы действительно должны осознавать это. Окей. Вам нужно принять тот факт, что мы побеждаем. Потому что это правда. Но человеческий элемент на Земле все еще очень опасен. Но у них нет контроля. Они загнаны в угол. Понимаете? Загнаны в угол. В этом разница. Они не имеют контроля, и они загнаны в угол. И так как у них нет эмпатии, так как у них нет сочувствия, так как они не чувствуют сострадания, они очень опасны, находясь в углу. Поэтому есть процесс, который выполняется, чтобы смягчить вред и ущерб, которые они могут нанести человечеству. Вот почему все двигается именно так. Понятно? Имейте веру. Я часто вспоминаю много радостных вещей о 80-х, особенно связанных с музыкой и фильмами того времени, а также падение Берлинской стены. Я знаю, что это было важное время, когда мы сменили временные линии на ту, на которой находимся сейчас. Я бы хотел услышать ваш взгляд на это время. Это было неожиданно. А падение Берлинской стены... Это все равно случилось бы. Просто потому, что люди в Восточной Европе были сыты коммунистической системой. Они полностью насытились. У нее не было никакой поддержки. Там были восстания повсюду. И система рушилась, и она не могла даже поддерживать саму себя. Потому что когда ты воруешь все у народа, ничего не остается. И когда воровать больше нечего, все рушится само собой. Вот почему эти системы никогда не работают. Вот почему они не продолжают существовать. Потому что они не работают. Не было ни одной такой системы, которая сработала бы. Когда ты воруешь все у всех, и ничего не остается, что тогда? Да. Так что она бы все равно пала. И вы правы, это было удивительное время. Это было удивительное время, в котором мы жили и видели все это. И мне всегда был интересен Горбачев. Он был интересным человеком. Не то, чтобы я доверял ему стопроцентно, но он был интересным человеком. Поэтому это однозначно сняло большую часть мирового политического давления в тот момент. Это было как большой вздох облегчения, которым вздохнуло все человечество. Привет, Алекс. Как инопланетные расы, вроде Андромедян, живут без денег? Я бы хотел двигаться в этом направлении, но как сделать это, если деньги поработили человечество? Ну, наверное, потому что они не рабы. Они поняли, как жить без денег. Все, что им нужно для выживания, для существования, для процветания, эволюции, прогресса и просвещения, обеспечивается обществом. Потому что у всех остальных одна и та же цель. У всех остальных одна и та же цель. Поэтому общество, цивилизация делают так, чтобы все были обеспечены, потому что у всех одна и та же цель. Зачем вам деньги? Вы задаете такой вопрос, потому что не знаете, каково это, жить без денег? Мы придем к этому. Мы придем к этому. У меня нет никаких сомнений, что мы придем к этому. Если мы идем к галактической цивилизации и в галактическое сообщество, вы правда думаете, что пойдете и скажете, я хочу взять этот костюм, вот моя карта American Express. Они посмотрят на вас с поднятыми бровями и скажут, что это такое, черт возьми? А вы скажете, ну я хочу заплатить за него. Зачем тебе платить за него? Мы дадим тебе его, какой у тебя размер? Окей? Я знаю, это не знакомо почти всем на этой планете. У нас впереди потрясающее будущее. Правда потрясающее. Мы сможем научиться от очень здоровых цивилизаций, которым миллионы лет, у которых настолько все поставлено, что мы будем просто в шоке. То есть, как такое вообще возможно? Все, что нам нужно будет сделать, это слушать и обращать внимание, а затем глубоко заглянуть в себя. Но это будет естественно, когда мы начнем общаться с более духовно развитыми существами, чем мы. взгляд в себя будет естественным. Потому что, как сказал однажды Виссеус, дело не в том, не важно, во что вы верите, если вы знаете, почему вы в это верите. Большинство из нас не знают почему. Это просто... Нас просто так научили. Мы верим в это, потому что нас так научили. Думать, что так и надо. И человечество однозначно удивится, потому что так не надо. Так не надо. Только рабы живут так, как мы. Мы просто не знали этого. Мы не знали, что мы рабы. Некоторые знали, большинство нет. Просто потому что мы говорим, что мы свободны и поем песни, не значит, что это так. Каково это, быть действительно свободными? Что это значит, быть свободными? Безусловно, быть ответственным за себя, без принуждения с чьей-либо стороны. Каково это? Я оставлю вас с этой мыслью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok